Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит программу новости. Меня зовут Фатима Бутылибова и коротко о главном. Хотел дать взятку. Сказ о том, как житель Каспийска пограничника подкупал. Детали через минуту. Выключил свет обоим нападавшим. Боксеры поймут, а для остальных подробностей очередных разборок на дороге расскажем в выпуске. Сама себе архитектор, учительница из Украины, переехала в Дагестан и строит дом своими руками. От кого ждать помощи беженке, оказавшейся в трудной жизненной ситуации? Этим вопросом задались и наши корреспонденты. Лучшие футболисты – это Хафизин. Подробности масштабного турнира на Кубок Муфтиата в спортивном блоге новостей. 450 тысяч рублей за песок. Житель Каспийска, пытавшийся подкупить пограничника, предстанет перед судом. Гражданин Агаев предложил должностному лицу пограничного управления ФСБ России по Дагестану 450 тысяч рублей в месяц за то, чтобы тот не мешал ему незаконно добывать песок с берега Каспийского моря. В ходе встречи с сотрудником Агаев передал часть оговоренной суммы взятки в размере 100 тысяч рублей, после чего был задержан оперативниками. Материалы уголовного дела переданы на рассмотрение в суд. Сначала работы… Когда и что от меня? Вот сейчас я начинаю заедть в машину. От меня что нужно теперь? От тебя чтобы ты не беспокоился. Мне от тебя больше ничего не надо. Чтобы ты всё, глаза закрыл и я там свои дела сам буду делать. Мимо природы, что там было у нас? Кто там был у нас действующие лица? Чтоб не знать с кем договорено. Там есть человек. Нас оттуда тоже никто не трогает. Не есть ли имя у этого человека? То же самое, что там я не буду твоим назвать. Никто друг друга не это. Стоять, работай! Это футбол! Быстро! Быстро! Руки наверх! Телефон где? Документы! Оружие есть? Руки держи! Чисто! Еще одна драка на дороге. В Махачкале двое парней 26 и 20 лет на автомашине Камри подрезали 20-летнего водителя Хюнде. Столкновение автомобиля удалось избежать, однако словесная перепалка переросла в драку. Один из участников инцидента достал нож, но до применения холодного оружия дело не дошло. Молодой человек долго уворачивался от ударов, а позже эффектно обезвредил обоих нападавших. В прислужбе МВД уточнили, что в поступке 20-летнего мужчины состава преступления не усматривается, поскольку он действовал в рамках самообороны. Нарушители же, получив ссадины и ушибы, подтвердили, что претензий к водителю не имеют. Напомним, ранее в дагестанских огнях на проезжей части также произошла массовая потасовка с участием водителей нескольких авто, которые также принялись выяснять отношения, не поделив дорогу. Строить дома могут не только мужчины, строят и женщины, но не от хорошей жизни. Героиня нашего следующего сюжета – Беженка из Харькова. Виктория, ныне Марьям, приняла осознанное решение перебраться в Россию еще задолго до военной спецоперации. Говорит, что тогда еще поняла – политика властей Украины рано или поздно приведет к трагедии. Почему ее выбор пал именно на Каспийск и с какими трудностями женщина столкнулась в мирной жизни, расскажет Патимат Ханапова. Так, по обучающим видео из интернета Марьям начала строительство дома собственными руками. Свой родной на Украине она была вынуждена оставить из-за нестабильной обстановки в стране. Говорит, никогда не думала, что ей придется возводить жилье, но жизнь преподносит разные испытания. Знаете, дорогу одолеет идущий. Главное – не бояться и делать. Советы разные дают. Сначала мне посоветовали дырочками вверх шлакоблок. Оказывается, не так. Я тысячу штук перевернула. То есть, тоже работа была, и ошибки были, и слезы были. Кирпич за кирпичиком, терпение и упорный труд. Буду моря медленно, но верно. Каждый день идет к своей цели. В течение полутора месяцев она уже проложила фундамент. Вот порог, ступеньки. Я тоже очень долго опалубку собирала. Собрала, разобрала эту опалубку. Но все-таки с третьей попытки мне удалось. Вот, я не сдавалась. Собрала. Когда неопытен, да, то есть я смотрю, 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 смотрю эти видео. Пока дом строится, женщина с 11-летней дочкой проживает на дачном участке, который ей предоставила за символическую сумму местная жительница. И здесь моря все делает своими руками. Здесь вот в съемной квартире очень сложно жить. Вот тут отопления нету, отопления нету. И я вот постоянно, тоже хочется в чистом месте жить. То есть я постоянно покупаю краску, подкрашиваю. Но все равно это не удается. Я вот все своими руками перекрасила. Сюда, сюда гвоздь положила, закрутила. В общем, потому что узнала, сколько сварить. Дорого. Я понимаю, что у меня нет возможности. Мариям в прошлом. Виктория переехала в Россию с маленьким ребенком на руках в 2014 году. В 2014 году вначале проживала в Сочи, где встретилась с дагестанской семьей. Они рассказали Мариям о местной культуре. Говорит, ей настолько понравился их уклад жизни, что решила принять ислам и переехать жить в республику. Дагестан для меня родное место. Я люблю этих искренних детей. Знаете, я люблю еду. Я люблю чистоту. Вот знаете, вот чем, знаете, чем так берет за душу Дагестан своей искренностью, добротой, щедростью. Есть честь у людей. И за нее все стоят. Мужчины за свою честь стоят. Это приятно глазу видеть. Женщины за свою честь стоят. Мариям Меглинская работает учительницей математики в школе номер три в Каспийске. Свою работу педагог очень любит. Говорит, чувствует себя в гармонии. Да и здесь, в учебном заведении, к ней относится с трипетом и ценит за профессиональные качества. Она вот такой человек, она даже не рассказывает о своих проблемах. Никогда не рассказывает. Она всегда выглядит так, как будто бы она успешная бизнес-леди. Она отлично закончила Харьковскую школу, точно так же успешно закончила университет в Харькове, а также отучилась в нашем бедуниверситете. И, вы знаете, я очень люблю патриотов. Когда она с такой любовью стала рассказывать стихи наших классиков, Расула Гамзатова и Фазуа Гамзатовны, я вообще, я двойне в тройне полюбила этого человека. И, конечно, я уже решила, что Марьям Юрьевна будет работать именно у нас и будет она находиться рядом со мной. Марьям признается, тяжело жить на одну зарплату педагога и параллельно откладывать на строительство. С 1 сентября женщина планирует отправиться на Донбасс в качестве учителя. Говорит, что хочет быть полезной обществу и в то же время решить финансовые вопросы. Только вот коллеги по работе в Кацпийской школе к ней привыкли и отпускать не хотят. Они же и обратили внимание журналистов на проблему беженки в надежде, что мир не без добрых людей. По ютубу я строю себе комнату для себя и для своей девочки. У меня мурашки по коже, и я об этом стала всем рассказывать. Я говорю, вы знаете, надо помочь этому человеку. Надо помочь, надо и морально поддержать, и материально поддержать этого человека. Больше ездишь, меньше платишь. Транспортные карты с пересадочным тарифом появятся в Махачкале с 20 августа. Доступны они будут на маршрутках с наклейкой «Оплата картой». На линиях 61А, 69А, 25, 2, 30, 16, 14, 12А, 45, 22, 22А и 143. Баланс-карт можно пополнять несколькими способами, в том числе через приложение «Сбербанк онлайн». К началу учебного года планируется подключить к автоматизированной системе оплаты проезда почти 300 микроавтобусов столицы региона. Владельцы вот таких карт смогут за первую поездку заплатить 27 рублей, а за каждую вторую, совершенную в течение 25 минут после первой оплаты, всего 13 рублей. И еще одна карта стоимостью в 999 рублей позволит владельцу совершать 45 поездок в течение месяца. Мы обслуживаем в городе поселок Семидер, поселок Хуршет, микрорайон Дасав, первую Махачкалу получается, южную автостанцию, северную автостанцию, поселок Шамхал. Мы обслуживаем эти карты и будут пользоваться на 12 маршрутах. А сейчас краткий обзор новостей с Аидом Меджидовым. Затем вернемся. Девушка выжила после столкновения с поездом. Инцидент произошел на участке железной дороги Дербент-Дагестанские огни. 22-летняя девушка, жительница Дербента, в момент столкновения шла рядом с железной дорогой. Сообщается, что пострадавшая доставлена с травмами в больницу. В Дагестане арестовали 53-летнего гражданина иностранного государства, пытавшегося дать взятку сотруднику таможни. Как оказалось, 25 июля этого года на российско-азербайджанской границе обвиняемый пытался договориться, чтобы избежать проверки перевозимого на транспорте груза. Таможенник от взятки отказался. По ходатайству следствия суд заключил подозреваемого по стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Бывший начальник Дахадаевского районного ветеринарного управления незаконно премировал себя и главного бухгалтера. Уголовное дело уже направлено в суд. По версии следствия, в период с 2017 года и 2019 года, обвиняемый без решения комитета по ветеринарии самостоятельно изготовил и подписал незаконные приказы о премировании. В результате махинации он получил более 140 тысяч рублей, а бухгалтер – 87 тысяч рублей. Прокуратурой также направлен в суд иск о взыскании ущерба с обвиняемого причиненного комитету по ветеринарии республики. Центр управления регионом Дагестана подвел итоги обработки жалоб дагестанцев в социальных сетях за июль. Выяснилось, чаще всего жители республики недовольны качеством услуг ЖКХ. По таким вопросам в ЦУР поступило более 3000 вопросов. Всего специалисты ЦУР за месяц рассмотрели более 5000 обращений. Помимо коммунальных, дагестанцев волнуют проблемы с дорогами, вывозом мусора и благоустройством дворов. В селении Учкент Кумтеркалинского района открылся долгожданный детский сад. Его местные жители ждали почти 50 лет. Теперь 100 местных ребятишек могут наконец пойти в дошкольное учреждение. А у родителей появилась возможность идти на работу, не переживая за своих детей. Для полноценного функционирования и сдачи объекта местной властью было приложено максимум усилий. Поэтому контроль администрации за работой всех детсадов и школ в районе будет постоянным. Кубок Муфсиата по мини-футболу выиграли Хафизы. Турнир прошел накануне в Каспийске. За выход в финальную часть играли более 40 команд разных организаций, подведомственных духовенству республики. За футбольными баталиями религиозных деятелей наблюдал Хамзанур Магомедов. Муфтия Дагестана в третий раз проводит турнир по мини-футболу. На этот раз в соревнованиях приняли участие 48 команд. Это имамы и сотрудники учреждения подведомственных Муфтиято. Цель турнира – это объединение, чтобы ребята отдохнули, потому что у меня своя работа есть. Занимаются духовной деятельностью, религиозной практикой. Но физически, как сказать, отвлечься, развиваться, подтянуться – это тоже полезно бывает. И такие мероприятия стараемся несколько раз в год проводить, собирать их, чтобы они могли обменяться опытом, поговорить и о работе, и о другом тоже. В этом году участников турнира у себя принял Каспийск. Матчи проходили на мини-полях стадиона Анджи-Арена. Большое спасибо Муфтиято Республике. Это не единственное мероприятие, которое оно проводит. Мы знаем, мы готовы, Министерство спорта всегда готовы быть рядом, поддерживать. Это хорошее дело, не просто хорошее, это большой пример. И именно здесь, я думаю, духовные люди, которые передают ислам в медресе, в мечетях, на мероприятиях, на мавлидах, они должны, прежде всего, показать пример. Это молодцы. Решил поддержать нашу молодежь, наших ребят, потому что сам как-то тоже в сюжете спорте был. Вывер спорта, он объединяет нашу молодежь, ребят. Это тем более футбол, это командная игра. Воспитывает ребят, молодежь, работать в коллективе, учить общение людей, единомышленников там как-то. Объединяются люди, поэтому спорт – это великое дело. Тем более, это турнир, который организовывает уже несколько лет подряд. Подобряю, поддерживаю, готовы принимать участие каждый год и поддерживаться со своей стороной. Футбольные коллективы разбили на 8 групп. Из каждой финальную часть пробились по две лучшие команды. Где-то 130-140 игр было, все прошли в такой борьбе напряженной. Честно говоря, молодцы, я уже не первый год сужу, это уже третий год, по-моему. С каждым годом все, уровень соревнований растет. Уже, видимо, они где-то готовятся, прибавляют, уже видно, мастерство прибавляется. В честной, хорошей борьбе, без руганий, без ничего, значит, легко было здесь судить и приятно тоже было. Преодолев всех своих соперников, за чемпионство боролись два лучших коллектива – Дагестанского исламского университета имени Мухаммада Арифа и Центра по заучиванию Корана имени шейха Мухаммада Хафиза Афандия. В упорной борьбе со счетом 3-1 победу одержали Хафиза. Победителям и призерам организаторы вручили кубки, медали и грамоты. Призовой фонд составил 100 тысяч рублей. Помимо этого, отличившихся футболистов отметили именными призами. Спорт, тем более, это неотленный час дагестанца. Поэтому мы, как можем, стараемся время от времени находить, собираться и всем коллективам со всех филиалов делать разные чемпионаты, играть. И, конечно же, когда мы куда-то заявляемся, первая задача у нас бывает – это победить. Я им тоже говорю, если мы едем, только победа, а иначе и не надо, говорю, заявляться. И это будет в конкурсах по Курану, наизусть, хифс, и будет это в спорте. Вот сегодня мы, иншаллах, здесь, еще вчера в Киргизстане, грубо говоря, вчера, мы там на международном конкурсе также заняли второе место. Это уже по хифсу, Корана. Поэтому, иншаллах, я думаю, дух победителей в нас сохранится, и мы дальше будем побеждать, иншаллах. Кубок Муфтиата обещает быть ежегодным. Его цель – укрепить братство и дружбу между сотрудниками разных подведомственных духовенств организации. Всем баракал за то, что к нам приехали, наш город, к нам именно Анжи-Арену, легендарное место. Всем спасибо еще раз. И руководству Анжи-Арену за то, что они предоставили нам такую возможность. Хамз Нурмагомедов, Салмаги Тихмаев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Каспийск. Магомед Анкалаев стал третьим номером рейтинга UFC. Махачкалинец поднялся на одну позицию в рейтинге полутяжеловесов. Напомним, в минувшие выходные наш боец одержал девятую подряд победу в лиге. На турнире в США Анкалаев выиграл американца Энтони Смита. Всего же за профессиональную карьеру дагестанский микс-файтер выиграл 18 из 19 поединков. Сборная Дагестана победила на всероссийских сельских играх. Сильнейшие в 14 видах спорта определялись в Омске. Команда республики стала первой в общем зачете среди регионов России численностью сельского населения более 800 тысяч человек. Вторые и третьи позиции заняли команды из Татарстана и Краснодарского края. Золотые медали нашей сборной обеспечили успешные выступления в турнирах по волейболу и перетягиванию каната. В абсолютном зачете среди 46 субъектов России и Белоруссии наши завоевали призовое четвертое место. Это лучший результат для республики за все время участия в подобном турнире. И на этом все. Смотрите нас на Яндекс.Дзен и ВКонтакте. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин